Добрый день, дорогие друзья! Представляем вам новый функционал регистрации новых консультантов, который будет доступен на нашем сайте с третьего каталога. В чем его основная идея? Мы хотим, чтобы с третьего каталога у лидеров была возможность более детального планирования своей структуры, как в глубину, так и в ширину. Мы даем возможность лидерам регистрировать новичка либо в первый уровень, как это было всегда, либо в глубину, в любую точку своей структуры, если построение структуры идет вертикальным способом. При этом регистрировать можно в любую точку персональной группы до первого бриллиантового директора в глубину. Для того, чтобы разобраться в этом функционале, нам с вами необходимо определить два термина. Любой консультант теперь может зарегистрировать лично приглашенного новичка либо в свой первый уровень, как это было всегда, либо в первый уровень любого консультанта своей структуры организации. Так вот, два термина, которыми мы будем пользоваться в новом функционале. Первый термин – это спонсор, то есть тот консультант, которому новичок зарегистрирован, его первый уровень. Собственно, здесь ничего не поменялось, и так было всегда. И приглашающий спонсор, то есть консультант, пригласивший новичка, которому новичок попадает в любой его уровень ниже по структуре. И, напоминаю, называться он будет приглашающий спонсор. В принципе, все довольно-таки логично и понятно. Новый функционал имеет ряд преимуществ для управления регистрацией новых консультантов в структуре. Во-первых, он позволяет зарегистрировать нового консультанта в любую команду лидерской структуры, позволяет выявлять и контролировать активность приглашающих спонсоров, поддерживает и усиливает возможности любых методов построения структуры, как традиционных и классических, так и новаторских и прочих. Расширяет возможности лидера построения сбалансированной структуры и в ширину, и в глубину. Дает возможность приглашающему спонсору принять участие в акциях и программах Арифлейм, потому что последующие наши программы будут связаны с этим новым функционалом. А также усиливает понимание ответственности за построение группы в глазах консультанта, пожелавшего строить свою организацию. На сегодняшний день зарегистрироваться в компанию можно несколькими способами. Либо самостоятельно, зайдя на сайт и оформив регистрацию, либо через консультанта. Вот здесь добавляется новый функционал для развития вашего бизнеса. Напоминаю два главных определения. Спонсор – это первый вышестоящий в спонсорской цепочке консультант, в первую линию которому зарегистрировал новый консультант. А также новое определение – это приглашающий спонсор, это вышестоящий в спонсорской цепочке консультант, который пригласил в Арифлейм нового консультанта и зарегистрировал его в свою первую линию. Давайте рассмотрим оба варианта регистрации. Если человек решил зарегистрироваться в компанию самостоятельно, то здесь все работает, как и раньше, без изменений. Регистрация по-прежнему возможна на сайте через регистрационную форму. При этом регистрация самостоятельная возможна двумя способами. Первый – это способ, когда новичок знает номер своего спонсора и вносит эти данные в регистрационную форму. И второй способ, когда новичок не знает никого из консультантов, и поле спонсора при регистрации он оставляет пустым. В таком случае система назначает ему спонсора автоматически, так называемая анонимная регистрация. Система выбирает ему спонсора по географическому принципу. Регистрация уходит под менеджера VIP-СПО по территориальному признаку, то есть ближайший консультанту, менеджер VIP-СПО. Как это выглядит на сайте? Консультант зашел, человек зашел на сайт для оформления регистрации. Он имеет возможность, точнее поле, да, свободное для того, чтобы вписать номер любого спонсора. Если человек зашел на сайт для регистрации самостоятельной, у него просто нет возможности внести какие-то другие данные, то есть приглашающий спонсор для него не определяется. Поэтому здесь путаницы быть не должно, все просто, здесь ничего не изменилось. Если же регистрация оформляется через консультанта, здесь также есть два способа. Любой существующий консультант Арифлей может зарегистрировать нового консультанта в первую линию своей структуры и стать его спонсором в том случае, если у него пройдена верификация на момент оформления регистрации, либо прошло не более чем 21 день с момента регистрации. Здесь ничего не поменялось. Что у нас добавилось? Любой существующий консультант Арифлей может теперь зарегистрировать нового консультанта в любую точку своей структуры, внеся данные спонсора при регистрации. Другой консультант будет назначен спонсором, а консультант, который пригласил новичка, будет назван приглашающим спонсором. И эта информация будет отображена в информационном листе. При этом спонсирование, напоминаю, открыто для всех консультантов, которые прошли верификацию паспорта на нашем сайте. Как это будет выглядеть на практике? Если регистрация проводится через консультанта, то здесь можно выбрать два варианта. Консультант может выбрать себя в качестве вышестоящего спонсора, то есть зарегистрировать новичка в свою первую линию. Тогда он выбирает поле «Я являюсь спонсором», ставит галочку, точнее оставляет, она там стоит по умолчанию. Таким образом, приглашающий спонсор не будет указан. И консультант, в чьем кабинете проходит регистрация, назначается и спонсором, и приглашающим спонсором. То есть если консультант хочет зарегистрировать новичка в свой первый уровень, как обычно, то никаких дополнительных действий делать ему не нужно. Он будет являться как и приглашающим спонсором, так и вышестоящим спонсором. Ежели консультант хочет зарегистрировать новичка в свою глубину, то он выбирает в поле «Завершение регистрации» галочку «Консультант из моей структуры является спонсором». То есть он регистрирует новичка в выбранную им точку своей структуры. При этом приглашающий спонсор не указывается. В данном случае консультант, в чьем личном кабинете проходит регистрация, автоматически определяется приглашающим спонсором. При этом спонсором может быть назначен любой нежестоящий консультант, прошедший верификацию паспорта на момент оформления регистрации. То есть здесь понятно, если консультант хочет зарегистрировать новичка в любую точку своей структуры, он заходит на сайт, оформляет регистрацию и в поле «Завершение регистрации» выбирает нижний пункт «Консультант из моей структуры является спонсором». То есть он отдает регистрацию где-то в глубине своей структуры. При этом приглашающий спонсор не указывается, а консультант автоматически назначается приглашающим спонсором. То есть тот консультант, в личном кабинете которого проходит регистрация. То есть здесь мы вносим только номер спонсора, к которому мы регистрируем новичка. То есть номер так называемого вышестоящего спонсора. Давайте посмотрим самые распространенные вопросы. Для кого открыта возможность этого дополнительного функционала? Для любого спонсирующего консультанта Арифлейм, прошедшего верификацию. Когда открывается эта возможность? С каталога номер 3. Где будет открыта эта возможность? В личном кабинете сайта Арифлейм, в разделе «Мой бизнес», «Рекрутирование», «Зарегистрировать нового консультанта». Какая форма отчетности внедрена? Для консультантов. Это будет обновленный информационный отчет с третьего каталога. В личном кабинете сайта Арифлейм, в разделе «Мой бизнес», «Управление структурой», «Отчеты по структуре», «Информационный листок». В отчете помимо спонсора, в чей первый уровень попадает новый консультант, добавлены дополнительные колонки с данными приглашающего спонсора, его номер. Отчет по группе приглашающего спонсора. Дополнительная опция при выборе информационного отчета также будет доступен на сайте. Вот так будет выглядеть информация с колонкой о приглашающем спонсоре в информационном отчете на сайте, который будет доступен с третьего каталога. Добавлено новое поле после поля «Спонсор». Называется «Приглашающий спонсор». То есть это тот человек, который в действительности пригласил новичка, но зарегистрировал его в глубину своей структуры. Дополнительная опция при получении информационного отчета. Будет доступен отчет, так называемый «Приглашенная группа». Новая опция будет добавлена несколько позже, и дату внедрения мы будем анонсировать дополнительно. При этом «Приглашенная группа» – это список консультантов, для которых лидер является приглашающим спонсором. То есть человек, реально зарекрутировавший новичков, может увидеть всех, кого он пригласил в этом отчете. При этом список консультантов не будет привязан к персональной группе или 22% группе. Надеюсь, дорогие друзья, у вас не осталось больше вопросов по новому функционалу. В любом случае, если они у вас остались, мы будем решать их в рабочем режиме, можете всегда обратиться к вашему астму. Желаем всем успешного рекрутирования!